И привет всем любителям дифрага. И других способов накачать правую руку. С вами снова Вуди. И Экстен. И у нас на этот раз очередной и последний обзор карты МЖК по тире НИК, которая проходила с 15 декабря 2016, замечу, прошлого года, по 30 декабря 2016 года. Ныне у нас 17 год. Всех с чем, собственно, поздравляем. Ура! Ура! Салют! Дэмрак проживел еще один год. Ура! Да. Значит, что хочу сказать. Карта у нас последняя, финальная. Обзорчик будет на нее... Последний, финальный. Последний, финальный. Ладно, хватит быть дебилами. Давайте уже что-нибудь посмотрим. Как всегда, просто пройдусь, покажу все элементы карты, но постараюсь зацепить все элементы. первым взглядом. Вудин мне подскажет дорогу, если что. Если что, да. Нашел первый килл триггер, вот это моя первая смерть. Дается плазма, дается... Желтый арморчик. Я так предполагаю, что нам в ту сторону. Ну, в принципе, да. А, нет, на скорости, короче, я понял. А ты ничего такой. Стоять, стоять, стоять. Что у нас тут? Дается две ракеты. Мы попадаем в другую комнату. Ого. Я чувствую, что тут будет большая... Какая гуля. Какая гуля. Уйти, пути. Короче, что я могу и хочу сказать, после вот этой плазмы... Скорее всего, надо было оставлять плазминку, потому что здесь по-любому делается буст. Ну, не так, конечно, как я, но делается. Дается ракеты, и на скорости мы должны... Оба. Оба. Понятно. Мне кажется, что можно было куда-то запустить, типа, ракету сюда, и улететь куда-нибудь туда. Что-то там сверху по-любому есть, там по-любому куда-то наверх. Но пока посмотрим здесь. Забираем еще один патрончик. У нас три ракеты. Ну, Ник славится такими картами, он, в принципе, в основном все делает джампан. Карты в стиле готик, и у него очень получаются хорошие комбо-карты. Ранее была Рантом, по-моему, да, называлась? Да, да, да. Это же его карта. Рантом был такой варкап. В принципе, он любитель таких карт, такого стиля, поэтому неудивительно, что она поставлена была финальная. Ну и роутов, как всегда, куча, куча, куча. Попадаем в следующую комнату. Попадаем в следующую. Я так понимаю, куда-то вот сюда наверх. Правильно? Ну да, ты плазми там, там разберемся. Так, попадаю я на следующий этаж. Правильно, правильно. У меня остаются две ракеты. Там лежит Мега Хеллс и Красный Армор и еще плазминки. Назад-назад посмотри. О, во, понял. Теперь можно проплазмить еще и к этой. Вау, вот это Гугл! Красава! Не смотрите на меня, я пьян еще. Топ-топ плазмер бросает. Ну. Еще один маленький подъемчик, куда мы попадаем. Здесь лежит Мега Хеллс, здесь лежит Арморка. Что тут еще? Куда мы можем попасть? У нас еще есть один ракет. Здесь гранатка. Здесь патроны. Да, я с русским с детства дружу, так что... Да, да. Ну, я почти... Да. В общем, я понял, короче, куда тут надо. Тут надо наверх, вот так вот как-то. Там БФГ лежит, смотри. Здесь БФГ! О, пацаны в онлайне обрадуются. Здесь же можно на старт вернуться, да? А, кстати, нет, по-моему. БФГ причем без патрона. А, или... Или можно. Кстати, я даже не тестил. Тут, походу, ТР... Не, а патроны здесь он есть. А, патроны здесь. Но я все-таки предполагаю, что возвращаться за БФГ было недостаточно быстро, потому что сюда пока залетишь, пока ее возьмешь, черт не знает, как от нее двигаться дальше. Ну, скорее всего, как вот, типа, вот в такой штуке выполнять. Ну, да. Получше. И, я так понимаю, финишная прямая вон туда, правильно? Абсолютно верно. Меня, конечно, извините, мне тут это... У меня тут чит есть. И вот это вот финиш, правильно? Угу. Вариантов прохождения вот этой финальной комнаты, я думаю, мы увидим предостаточно много, и распинаться про них, про всех мы не будем, потому что в демке... В демках мы все увидим, кто как проходил. Разве что здесь было просто, скорее всего, запуском рокета наперед, вот туда, в эту платформу, и плазмой себе помогаешь подняться еще быстрее. Правильно? Да, 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 в основном так, наверное, все и делали. По-любому, еще здесь вот этот замут с гранаты какой-нибудь придумывали. Типа там, наперед как-то кинуть как-то там, по-хитрому оттолкнуться. Или что-нибудь типа... Или, или, или не знаю, как-то там, может быть, с двойной гранатой как-то там мутили. А, нет, с двойной это не вариант, там одна, по-моему, гренка дается. Да? Угу. А, да, 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 действительно одна граната. На фантазию играющего, так скажем, уже тут. Да, можно было сделать как-то вот так вот. Ну, это же совсем простой там путь какой-нибудь избрал бы ты. Если совсем там не мастер поиска роботов. Ну, переходим к мастеру поиска роботов. Да, 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 что вы, что вы. Итак. Ваши мысли, сэр. Ваши мысли. Тоже за здравие начало, я смотрю. Да, да, Новый год. Вообще, были мысли такие. Ну, как ты все и показал, по идее, все так и было. То есть здесь делаем буст. Ага. Здесь я брал вот эти еще патроны. То есть ты без всяких запусков наверх, без вот этого, да, вот этой всякие? Да, 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 джампат отсюда, рокетом сюда. И тут, о, браво, я нашел срезу. Ага. Можно вылететь оттуда сразу вот на гранату, в общем-то. И вот, наверное, вот эта платформа. Пробуем сделать. Надо скимить вот этот вот потолок. А-а-а-а-а, вот оно что. А я поднимался, получается, еще выше, да? Да, да, да. Я же по стенке совсем это делал. Так, рокетов нет. Отлично. Досадно. И сколько из десяти раз получалось это? Наверное, самый тяжелый момент был, да? Да, кстати, вот нет, самый тяжелый для меня оказался момент с гренкой в конце. Да что ты, там что-то, там что-то не серьезное, там, да? Да нет. А, надо было еще так патрон зацепить, блин, не задев эту горочку. Да-да-да, там, если получалось по бусту, как бы, если буст, ну, 1300, короче, если где-то скорость, ты его, в принципе, скимешь. А-а-а, понял. Если меньше, то там уже, не знаю, ну, как-то вот... Вилять, сбрасывать скорость, надо было по-любому. Вот. О-о-о-о, да ну что. Понятно. Слушай, прям, надеюсь, он не задумывал так. И, скорее всего, задумывал. Слушай, я не знаю. Слушай, как-то похоже на то, что прям вот так четко на гранату оп, и все. А у них все карты такие. Ну и вот, как ты и показывал с запуском рокета. Я примерно так же показывал, рокет раньше меня прилетал. Да, одинаково. Ну, единственное, вот, не знаю, для меня еще было сложным, я себе биндил специально ЦГ авто свитч, чтобы оружие не менялось автоматически. А-га. Потому что я здесь плазмил достаточно хорошо по стене, и первый джамп у меня приходился вот куда-то сюда, то есть уже после рокета. И я не мог сделать ГБ до того, как возьму рокет. Ну, получается, просто оружие не менялось, а я делал ГБ. А потом ЦГ авто свитч включал. Потом я, да, я его включал, а там же надо гренку, чем быстрее возьмешь, тем быстрее выстрелишь. Ну да, логично. И вот я пока летел, в общем-то, Соба наверх. Я искал, у меня, знаешь, свободная там запятая, буква Б, которая русская. Я искал большим пальцем, судорожно эту букву, искал эту кнопку, потом пытался там. Ну, в общем-то, это очень смешно было на это. А на пробел, кто забиндит, не, нельзя было. Пробел искать не надо. У меня пробел всегда специально для такой сделанный. То есть кнопка, которую искать не надо, то есть самое важное, там, что-то биндишь, там, которое реально для прохождения нужно, и нормально. Ну, вот, как-то так вот. Не знаю, я не придумал, что можно. Как-то мне, не знаю, как-то не подумал реально. Думал, надо на свободную кнопку. Есть еще какие-то секретные фишечки на карте, которые... Или сразу к демкам перейдем, не будем затягивать. А то обзоры и так по часу идут, господи, боже мой, по 17 гигабайт весят. Ну, у меня был изначально вариант, я забирался как-то сюда, по плазме. Единственное, вот я делал потом вот так. Что за жесть. Потом пытался, в общем-то, вот так забираться. Ничего, нормально, быстро. Ну, у меня с таким роутом что-то 26 я там сделал буквально за первые полчаса, чтобы придумать. Что же ты придумал? На, ну, еще был вариант тут даблджамп делать. Только нет, я, по-моему, вот отсюда делал. Ой. Ну, в общем-то, даблджамп, и доплазмиваешь так же. В общем-то, я от этой идеи отказался. И вот самый быстрый путь, как по мне, это было вот... С забиранием с топом сразу на гранату. Ну, в общем-то, понятно. Да. Ну, давай, наверное, перейдем к демкам. Ну, особо тут ничего больше нет. Не знаю, я не нашел. Я тебя, в принципе, поддерживаю. Давай посмотрим демочки. Они самые интересные. Так, MGCAP TR номер 5. Как водится в ВКУ-3. Самое начало... Сейчас, секунду, для себя секретные вкладочки в браузере открою. Чтобы подглядывать. Так. Итого. У нас теперь 15 демок. В ВКУ-3. Последнее, но не по значимости, занимает зверушка. Запускаем. 15 место. 50 и 6. Да, зверушка, кстати. Зверушка же карту делал. На этот MGCAP. А-а-а. Что? А-а-а. Ник такой. А-а-а. Ну, проходил как я. Сразу видно, у кого учился. Да, ну, вроде, без особых даже фейлов. Так что, я думаю... Просто все. О, с Буфугой. Смотри, смотри, с Буфугой. Угу. Я не ожидал увидеть здесь Буфугу. Странно, что Димонор не последний. Да, что-то Димонор это... Сдал позицию. Но он второй, ни хрена себе. Да, видимо, карта-то понравилась. Ну, как карта Ника? Как она может не понравиться? Док-3. 47 и 2. Занимает 14 место в ВКУ-3. С конфигом зерка. Я при загрузке это запалил. Угу, я тоже. Как он, интересно, тут... Наверное, тоже через плазму проходил. Только без Буфуги, скорее всего. Он взял много патронов. Да, он взял патроны. Проходил через плазму. Да-да-да. И просто, наверное, не пошел за Буфугой. Ну вот, не надо сейчас посмотреть. Ну вот. Да-да, без Буфуги. Без Буфуги. Ну, о чем мы заостряли внимание, что с Буфугой это медленнее. Сначала за ней сходить, потом от нее вернуться. Ну, еще в ЦПМ, как вариант, можно рассматривать. Потому что можно это бустами нагнать, по идее, время. Да-да. Но при этом надо тогда быстрее забираться наверх. А тут уже там вопрос... Да-да, вот так говорят ли, не-не-не. Все равно даже в ЦПМ это было бы медленнее. Следующее место на целых 7 секунд опережает предыдущее. Дель Гадо. 13-е место занимает и с таймом 40 и 7. 40,7. Да, ну Дель Гадо, по-моему, подрос конкретно так за время вот этого МШКПа. За месяц, считай. Да. Да, ты поиграй. 4 комбо-карты. Ладно, она стрейфовала. И одна стрейфовая. Просто в нон-стоп режиме. Естественно, блин, скилл подрастет. Да, даже у меня, наверное, подрос. Да, ну я думаю, у тебя уже все, тебе уже все исполнилось. У тебя там больше не растет. Нет, растет. Нет, растет. Растет, растет. Хороший, Дель Гадо, хороший. Его обгоняет Декас, занимает 12-е место на... Господи. На 4 секунды, быстрее. На 4? Да, на 4. Даже на 4,2. Быстрее. Как же он проходил, интересно. Что-то он придумал. Да, вероятно. А, он здесь все с рокетами, ничего не собирал. Вот и быстрее получилось. И гранату он не забирался наверх, а сразу. Вот такой молодец. Да. У меня такое чувство, как будто все демки будут сразу номеров... Видал, как он грамотно плазмой сначала влево ушел, а потом вправо прям сразу залетет. Ты заметил, заметил, заметил. Да, это опыт уже. Это уже опыт. Фишечка. Парни вперед. Ну, его обошел Феос. И обошел его на сотку. На 120. Занимает 11 место. Запускаем, смотрим. Каким интересным роутом он проходил. Не, ну если тем же самым, в любом, пацаны сидели в TeamSpeak'е и такие, да я тебя сделаю, да нет, я тебя. Да, да, да. Такие играли, кто быстрее кого, да. Ага. Ты смотри, тот же самый роут. Да. Хе-хе-хе-хе. Не, а он, возможно, когда в ОК3 играешь, он как, не знаю, кажется, возможно, как очевидный, более-менее. Ну, наверное, да. Как самый очевидный. Я даже не знаю, в каком моменте Феос немножко обошел кассу, но это они, думаю, между собой. Да-да, финиш помедленнее, кстати. Финиш, да, финиш медленнее. Следующее место занимает Undead Winter. На 4 секунды быстрее предыдущего товарища. И это уже десятое место. Уже десятое. О, теперь Кайман. Кайман, да-да. Теперь пересел. Да, стат. Нихрена, вот это замот он сделал. Да. Я в ЦПМ, кстати, делал так же, но что-то мне показалось это не очень, в общем-то. Не, ну слушай, не, ну прикольно выглядит так-то. Да, не, ну классно, классно, тут не поспоришь. И Рокет наперед, красава вообще. Винтер, как всегда, показал классно. Но! Нюк обходит его на 3 секунды. Да, всегда есть те, кто играет быстрее, как ни к пути. 29 и 5, грубо говоря. Первый тайм за 29. Ну, в смысле, меньше 30. Угу. Не зацепляет по трошку. И как он проходил? Ага. А, ну можно было, да, и так как бы. Проходил без гранаты. О, как без гранаты? Что-что такое? Серьезно? Ни хрена! Офигеть! Ты сотричен нашел! Нюк, ты че творишь, парень, ты кто? Прикинь? Офигеть! Мать твою! Офигеть! А в ЦПМ это давало бы бонусы? В ЦПМ? Надо потестить, если там эти столбы. Офигеть, ты видел это? Нет, ты видел. Офигеть! Слушай, реально шок! Нюк, пнюк, ты вообще хорош! Вот это вот надо... Короче, объясняю, что произошло. Человек нашел фишечку, недоработку от маппера, что позволяло ему пройти финиш, как бы, ну реально быстрее в Иху-3. То есть, ну, конечно, это с гранатой, блин, это все равно медленно, но это, я думаю, это будет уникальный финиш. Это просто такого вряд ли кого-то еще будет. Кет, Венгрия. Следующий. Восьмое место, 29,4. Твою мать! Нюк просто хороший. Я думаю, что меня вряд ли кто-то здесь еще удивит. Нюк, видимо, это, как-то сказать-то, перенял от Шейвина. Мне кажется, ему просто понравилось, так что, красивую демку делать. Он, вернее, скажет, что он в зоре такой, наверное, да-да-да-да. Да, но у Кета хороший. Роуд. Да, у него стандартный роуд. Концовку очень зацепил как-то он. Долго-долго зацеплял. Надо было все поправлять плазмой. Он что-то так вылетел прямо в потолок. Дмитрий обошел Кета. Охренеть. Вот это скилуха у пацанов прет. 29,3. Да, ну, заметил? Три тайма, да? 29,4. 29,3. Все близко. Классно, ага. Снова просят мороженое. Угу. О, зацепил патрон. Как я. Угу. А шо ж он сразу-то от стенки не оттолкнулся, ракеты. Он мог бы это не залетать. А вот, чё-то не знаю. Ну, вот не догадался. Бывают такие недоработки сурово там. Но все равно красавчик обогнал Кета, обогнал Винтера. Молодцам. Да, нет, хорош-хорош, это бесспорно. Я все еще под впечатлением от Дэнки. Не угадывай. Да, да, я сижу такой и вспоминаю просто в голове, прокручиваю еще раз. Да, вообще угадываю. А, ну, значит, такую рубрику приз зрительских симпатий какую-нибудь. Да, да. Приз за уникальность дорожки. Да. 29,0. Майкл. Удиви, будем называть эту рубрику Удиви Экстена. Да, да, да. Как это, размеши комиков только Удиви. Да, да, да. Удиви обзорщиков. Удиви обзорщики. Ну, здесь... Здесь все тоже стандартная дорожка. Будем называть эту дорожку стандартной. Потому что она самая более-менее очевидная. Из всех, что... Все более четко просто сделал. Все просто быстрее. Хорошо, хороший демк. Куджи Моши на 800 быстрее. Занимает пятое место. 28,1. Не получилось заскимить в него. К сожалению. Не, может получалось, но очень редко. Там сложно по джампингу. По спейсингу в смысле. Ну да, там такой момент. Даже и в ЦПМ это как бы не очень-то и легко было. Конечно, притрачиваешься и все дела, но не без трудностей. О, красиво. Плазмы в конце сделал. Дал себе немножко скорости боковой, чтобы облететь. Да, да. Ну, значит, таймы за 27 секунд. А нафиг не нужны, переходим сразу в 26,9. Эффект, четвертое место. Ну вот уже плотные таймы пошли. Что же нам покажут ребята, которые... Эффект, блин. Мы с ним общались в онлайне, он говорил, что нету сил больше срезать. Да, да. Хорош. Две ракеты просто, две ракеты, красавчик. И какая плазма чудовищная в конце вообще. Это ж надо было так. Он просто не рассчитывал, чтобы так отбросить. Не похоже, чтобы это был холодный расчет. Ну, да, он как-то по премии рассчитывал все равно. На сотку быстрее кисель. Третье место получает бронзовый кубок. 26,8,8. 26 и 880. Угу. Все так аккуратненько. Так аккуратненько остановился, взял. Так, попал. Ну, кисель, заслуженный векутриггер России. Даже так можно сказать, наверное. Очень старый игрок. Матерый. Он тоже проходил таким стандартным путем. Просто быстрее. Намного быстрее. Ну вот и показался Димонор на втором месте. Угу. Не стал он присылать последнее место. Что ж вот так. Карта что ли понравилась? Перед ником, может, ему неудобно. Может быть. На 4 фрейма обошел он кисель. Занимаю второе место. Интересно, будет там какая-нибудь разница. Мне все интересно, чего у текста там такое. Да-да-да, мне тоже, кстати. Это же еще 10 кг уже там. Потому что у киселя все быстро. Довольно. Мне кажется, векутри можно тоже замутить такую срезу сразу наверх. Думаешь? Угу. Просто там, получается, ты не по одной стене, а по двум будешь прыгать диагонально. Ну и сейчас узнаем интрига интригой. Первое место. 25 и 9. Декс. Украина. Ну и что же, тут у нас... Буз плазма ОБГ! Да ладно, шучу я. Это шоку-3 какой с буз плазмой. А-а-а. Вот где он ракету использовал, чтобы быстрее подняться. Угу. А нет. Ну. Че-то я не пойму. Штук-3 какое-то странное. Че-то очпойка была плюс секунды. Че-то за хрень вообще? Че-то здесь происходит? Не, в нюк тебе приз просто. Да, слушай, да, еще раз нюк. Просто, чтобы... Я прям готов это смотреть еще раз. Ну, это даже топ-1 неинтересно смотреть, как это... Человек просто реально поработал. Не посидел ни в онлайне, не посмотрел за другие. Просто взял, нашел хрень. Использовал это. И неплохо получилось. Да. Просто человек конкретно посидел. Конкретно поискал. Ну, это, конечно, жара. Жесть. Два хп у него в конце, ё-моё. Это ж надо было так. Ты представляешь, сколько он раз убивался? Да. Чтобы четко проплазмить. Угу. Дорого стоит. Ну что, переходим к ЦПМу? Переходим. Переходим. ЦПМ. И 32-е место на карте занимает у нас Гоганавт. Ставим 58 секунд. Наблюдаем, что здесь за... Происходит. Без брони броня броня нахрен не нужна. Зачем она? А почему он желтый армор не взял? Не знаю, может, не всегда попадал как-то. Ну и пофиг ему. Ну да, для роута-то не надо. Зачем? Обременять себе лишним. Так, так. Выбрать оружие нужно. Он же, по-моему, участвовал только на паре карт, да? Ну, не на всех, вроде, да. Не, ну в любом случае он молодец, что участвовал. Но он может явно лучше. Если бы он... Может у него по времени просто, может времени у него нет. Играть вот, чтобы прям сесть и поиграть. Поэтому он как-то старается просто поддерживать всех пацанов. Я как бы, пацаны, я с вами, я участвую. Ну да. В принципе, логично. Будем придерживаться этой версии. Тридцать первое место занимает... Господи, как же это книг-то читается? Карлон? Шарлон, скорее всего. Франция. Если по-французски. Ну, Шарлон. Шарлон. Халява. Шарлон. Как это так? Солок-селевый еще картонить. Да, да, да. Шарлон. Чего, красавчик? 47,6 за ним обгоняет на... Насколько? На 10,5 секунд. Угу. Наблюдаем, что тут происходит. Ну, тут движения такие... Как бы, ну... Что? Да. Слушай, а в чем? А на чем тогда он так? А, ну угол с плазмой 61. Ничего нормальный такой. Да, не, ну так и поднялся. И слава богу. Ну, как говорится, и так сойдет. Нет, да почему? Какие здесь 37 секунд? Медленно. Он колесико по оружию выбирает. Я ему никто не рассказывал про бен. Он турил колесико. Ну, как будто бы, да? А, ну что, геннадо? Парень, возможно, просто... Да. Ну, нет, возможно... Он, возможно, просто... А, че я хотел сказать-то? А, возможно, у него углы не выставлены даже. Он, я не знаю. Может быть. Может быть. Слушай, надо будет, да, это... Настройка конфига, что ли, видосик выпустить. На французском. На французском, да. Будет Google переводчик нам переводить. Ладно. С субтитрами. В CPM-е Димонор, хоть и старался занять последнее место, не удалось у него, к сожалению. Но мы все-таки посмотрим у ADM-ку 39.0. Не достарался он немножко. Надо было лучше фейлить. Лучше фейлить. Лучший фейл обзора, да? Лучший фейл карты еще. Мы добавим рубрики со временем. Будем как-нибудь поощрять. Ну, вот, кстати, он. Красивую картину. Вот, отлично по роуту. Неплохо. С бфгой. С бфгой, отлично. Самый нестандартный роут, мне кажется. Что это за движение мышки? Ну, что это за что? Ты еще в обратном улетел. А, Димонор. Ну, ты хорош, все равно, что ты развлекает народ. Красавчик. Развлекает Аякса. Он же демки смотрит. Дель Гадо 38,8. 29 место. Что-то не похоже, чтобы он много уделил времени ЦПМу. Что в Ваку-3 как-то у него тайм не особо отличается от ЦПМного. Ну, видимо, та же дорожка у него. Что его? Ну, Ваку-3, мне кажется. Ну, не знаю, кстати, надо узнать его предпочтение по физике. Может, ему Ваку-3 симпатичней? Может быть. Или разные у него дорожки. Что я не запомнил. А, ну, тут бфг, да, тут. Тут совсем по-другому. Вы смотрите, маленький буди растет. Маленький буди. Нет, я тебе отвечаю так же, как и ты. Мне кажется, ты бы так же делала. Да не-е-е-е. Дель Гадо, не обижайся, пожалуйста, это просто шутки. Твое время ты имеешь из-за... Да-да-да. Ну, не знаю. Так, следующий товарищ у нас. Рик Оше из Австралии. Занимает 28 место. А кенгуру должны же быть... Кстати, неплохие... А, неплохие... Вот он, он кенгуру и поставил себе на уши. Господи, это ж орд. Наркоман. Как вы так играете с этой моделькой? Я даже не могу ничего говорить. Я просто сижу и терплю этот звук. Я тоже. Нет, я понимаю, когда я сам с ним играю, но... Что-то не-е-е-е. Сука ж может. Ну, в общем, нормальная демка. Я не могу комментировать так. Ёп. Да. Двадцать седьмое место. Тридцать четыре с половиной секунды. Мне интересно, какого места найду в срезу. Который ты нам показал. От двадцати пяти, наверное, секунд где-то. Как минимум. Думаешь, да. Угу. Эх, хотел запустить ракету, не хватало скорости. Видел это. Да, да, да. Чуть-чуть подольше бы ему за карты посетить-то. Хорошо, поставил бы. Из тридцати бы вышел. Я прям верю в это. Да, не, ну, у Фео все равно молодец. Постарался. Двадцать шестое место. Пипец. Белоруссия. Тридцать три и четыре. Ой, господи, кого я запустил-то? Я запустил ту же самую демку. Вот, пипец. На секунду обгоняет он предыдущего товарища. Не попадал по спейсингу на предыдущего товарища. Третий патрон. Угу. Решил его. Да, ну, неплохо, кстати. Своим роутом. Молодой независимый игрок Дифраг найдет свой роут. Да. Через буфагу. Угу. Ну, тут, как и говорили, что здесь очень большое множество всяких путей, и особенно тут, начиная от среди карты до конца, то есть там невероятные комбинации, поэтому мы решили все посмотреть в демках, чем показывать и рассказывать про каждую из них. Следующее место. Невил. Тридцать два и четыре. Опять же, на секу быстрее своего оппонента, который из предыдущего места. и это двадцать пятое. Смотрим. Как-то странно, он зажимал джамп во время кримба. Интересно очень. Ты не заметил? Нет, не заметил, кстати. Ну, тоже буфага. Угу. О, неплохо в конце, слыши. Ты видел это? Да, затормозил. Возможно, от него летать далеко. Молодец. На то, что мы не будем палить, почему он зажимал джамп во время кримба. Камень в огород Аяксу. Ладно. Да? А-а-а. А-а-а. О-а-а. Да. Ладно, не будем палить. Следующее место. Не будем кидать камень не в свой огород. Хулиган. Хулиган. 24-е место на... На три фрейма, что ли, обошел? Да. Вплотную. В спину дышит. Угу. Проходил как в фугу-3? А, нет. Смотри-ка. За фугой ходил. Нет, да. Неплохо. А вот почему... Ну, нормально, нормально. Отлично. Пошел дальше проходить. Что-то карта короткая. Ну, да. Ньюби. 23-е место. 31,9. Карта слишком короткая. Еще пошел искать. Я очень нормальный. Я всегда так делаю. Да, я тоже. Хорошо забирается по стенкам рокета. Угу. Сразу в бфге. Гренку, конечно, не очень поймал. Ну... Ну, это нормально. Как-то старался ювелирно вылететь прям с бфг. Ага. Не получилось. В следующий раз получится. Я верю. Обходит его игрок с ником WMO. 31,6. Занимает 22-е место. Не, ну, радует все равно, что пацаны как бы... Не то, что отправили там на одну карту демку и забили потом. А конкретно вот стабильную определенную часть людей шлет и шлет. Угу. Это очень радует. В МО, угол с плазмой 50 это что-то не очень хорошая вещь. То и так, слоу. Ааа, бфг. Ну, кстати, движения-то четкие. И бфг в конце поправить бы. Было бы хорошо, и бы вышел за 30 секунд. Ну да, движения лучше стали, однозначно. Если посмотреть на первую карту, и на этой, то движение явно лучше. Угу. 2Fast has. 30... Ой, смотри. 31 и 0. 21-е место. Последний выживший из клана 2Fast. Угу. Я думаю... Ну, может кто-то есть, но без клана так и гоняем. Я даже... Я не знаю такого клана. Ну, это очень старый. Это очень. О, неплохо. Так-то. Проходил концовку. Зачем он брал бфгу, проходил концовку без бфги? А, он брал батл с юнит. Он, да, брал бфг, да и плюс ему разгон все равно нужен был как-то, видимо, может, а может из-за бфг, из-за бфг, ну не знаю. А, смысл как бы, там, понимаешь, разгон как бы он мог бы взять и раньше. Логично. То есть, он мог бы по стене вот это взять разгон. Как бы, я вижу смысл только то, что он брал батл с юнит. Разве что. Ну, я как вариант еще рассмотрю то, что он, не знаю, может ему там было неудобно. Поэтому он брал оттуда. Ну, хотя, не знаю, твоя версия, скорее всего, будет пологичнее. Ну да. Действительно. Переходим к двадцатому месту. Зу. Тридцать и семь. Зу тоже, кстати, не было ни на одной карте, вот только на пятой объявился. Классные мапы, кстати, у него мапит. Да. Интересные, да. Сужить за танцез бобно. Вот это расчет CG, ё-моё. Я даже так не делаю. Ты видал, как он сидел там, высиживал просто этот CG? Микро-углы там какие-то. Да, да, да. Прикольно. Да, интересно. А последний патрон в бафигине заюзал. А мог на вылет. Ну, как уж смог, так сделал. Ну, неплохо. Да. Тридцать. Тридцать и семь. Тридцать и ноль. Чуть-чуть прям не дотянул до двадцати девяти. Пяти ашуай. С девятнадцатого места передает привет всем тем, кто ниже. Угу. Пламенный. Слушай, он нормальный. Ну, нормальный, как говоришь, что нет. Если бы еще не через буфу-гу проходил, вообще красавчик был бы. А что-то концовка вообще мне так не понравилась. То есть прям начало такое бодрое было концовка. А тут концовка в принципе вообще не очень, тебе так сказать. Да вот нет, как бы. Нормальная концовка там могла бы быть. Не, да вообще, вообще, в принципе, на карте. Не знаю, мне вот сам финиш карты мне не понравился. Да. Как-то, фу, как-то, да. Ну, ладно. Следующее место Энди занимает восемнадцатое. Первая демка за 29 в СПМе. 29.4. Стоит поблагодарить Энди, наверное, за мувик. Сделанный для клана. Можете найти его, кстати, на главной странице, если еще кто не видел. ДФ.рук. Ну, меня это как кровного андеда. Это мало заботит вообще. Ну, если честно. Не, ну, он молодец. Так вот, он все равно, он и мувик запилил. И демки как-то пытался все-таки что-то делать. Плюс, я знаю, еще на работе у него завал. Так что, ну, все равно молодец. Да. Возможно, у Гаганавта. Вот знаешь, где он не молодец? Вот где он не молодец? Последний патрон с Буфганатом было использовать. Вот там вот не молодец, а в другом, все равно, там, молодец. Ну, что, переходим к следующей демке. Эстеза. Семнадцатое место, 28 и 5. А что если это не стеза, а СТ-13А? Или как-то вот... Загадка. Хорошая ракета. Как минимум полсекунды от Энди здесь выиграл. Я так, чекпоинт глазом заметил. О, неплохо, кстати. Опять через Буфгу. Да. Как же любят ребята Буфугу. Загадал. Видишь, оп. Успользовал последний патрон. Оп, плюс, плюс сколько? Плюс. Сека. Ну, все. Все, вот. Энди, учись у стезы. Как надо пускать. Да, а стеза учись у Дмитрия. У следующего места. Шестнадцатое место, 27 и 6. Еще Сека, кстати. Тут тебе врути. Слышь. Да. А в... Это. Ну ладно, неважно. Нет, нет, что-то я тупанул. Что-то меня заглючило, что ли. Тутифрути, да? Это же Дима. Правильно? Да. А, все, господи. Ну, и вуку-три было. Я что-то смотрю, блин, думаю. А где же я видел вуку-три то же самое? Кто? Кто? Кто постил-то? Так он же. Да, да. Я что-то это вообще. Зашкалился немножко. Пятнадцатое место. Нормально было. И сту, 27 и 5 на соточку быстрее. Вот Дмитрий учись у латвийцев нашего. Да все, 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 все. Хватит. А что, пусть друг друга учатся. Пусть перенимают. Ошибки все пусть перенимают. Правильно. Да, не, наоборот. Очень медленный чекпоинт. Да. У предыдущей демки было 8,8. А здесь 10,5. Но здесь концовка реально быстрее. Вот так вот. Да. Начало говно, зато концовка хорошо. Да, концовка вообще классная. Хорош. Красавчик. Куджимоши. 26,9. Пошли демки за 26. Поехали. 14 место. Ну, кудри он занял 5, между прочим. Угу. Ну, провел на карте достаточно времени. Ну, вот здесь хороший чекпоинт. 8,7. Намного быстрее, чем у предыдущего. Здесь, скорее всего, в концовке тоже фейл какой-то. А, нет. Раз, без запуска ракеты был. 9 хп. Прикольно. Прям по краю лезвия ходит, ребята. Интересно. Раз. 13 место. 26,7. А чё, Аншейн не прислал демку? Блин. Аншейн. Смотри, что в таблице нету. Аншейн. Ой, Ше... Ни хрена так можно было? Слушай, а это проще срезать, чем ты показывал. Я думаю, это 21. Слушай, это реально быстрее, чем ты показывал. Джудас. Красава. От чистого сердца. Блин, вот я, честное слово, я сидел прямо вот и думал, хотел сказать, а может туда Рокет надо запускать? Вот я тебе отвечаю прямо, вот знаешь, такая вот прям мысляшка такая была. То есть здесь... Я, видимо, как-то... Ну-ка, ну-ка. Видимо, я сам по себе блокирую. Потому что мне не нравится, никогда не любил я этот... Оп. Вроп? Да, пускать Рокет воп вообще. Чискать вижу. Вроп. А сколько плюс был? Всех какая-нибудь, да? Нет, плюс был 4 фрейма, но там он плюс затупил. Ну, я, короче, говорю, это 21 походу. 22, 21. Понятно всё. Торнер перебивает анти-джудаса, занимает 12 место на 5 фреймов всего, быстрее. Выпустим, смотрим. Хватает третий патрончик. Угу. Не используют ракету. Использую эту ракету потом. Ух, ни хрена. О, ничего себе. Вот это был. А Рокет-то тебе зачем был? Зачем ты патрон-то лишний брал? Ты её не использовал. А, во, я говорил, кстати, Торнер по-любому что-то интересное замутит с Гринкой. Я говорил ещё до тогда. Ты заметил, что он один патрон от Рокет-то не использовал? Да, ну, не знаю, может, загервничал, забыл про него вообще. Может быть. 26,6. Коша. Прям, ну, чуть-чуть перебивает Торнера. Надо было здесь Рокет-то использовать. То есть, на джампаде. Ну да. А, или может, тогда хэп бы не хватило? Да не, вроде, должно хватать там. Вот это да. Нихуй на себе. БФГ просто вообще хорош. Не, ну, можно было бы и так. Как чё-то комментировать до этого, я не знаю, я не знаю. Не, ну, классно, классно вообще. Молодец, Коша прям. В десятку влетает у нас у Пса. Слушай, много, конечно, демок таких. Интересно. Довольно. Да, да. И очень много различных дорожек и путей. Мне очень понравился пока что Нюк, Шарлон и Джудас. Шарлон просто потому, что он менял колесико вооружие. Или не колесико, не знаю. Да, у Джудаса очень жёстко это... Начало, ну, точнее, середина, что ли, назвать. Это карта, наверное. У него реально она жёсткая. С джампаном, ты, господи, с обом и ракетой. Это прям реально хорош. Так. На 500 быстрее. Дет. Дес. Эта ад. Девятое место. Может, ты тоже что-то намутил? Посмотрим. Вот, реально, чтобы были такие колоритные демки и разные. Просто надо не заливать её в онлайн, эту карту. Ооо, слушай. Да. Вот так вот надо было. Вот старт. Да, ну вот. В принципе-то. Ну, плюс Сека точно, в общем-то. Концовка, правда, медленная. Угу. Не стал он использовать гранаты, из-за этого пришлось ему рокет лишний тратить. Вот так вот. Да, здесь, ну а что? И у меня бывают недочёты. Естественно. У тебя-то они вообще каждую карту читают. Шторм. Незаслуженно, просто, я тебе говорю, у тебя первое место, так что. 25,3. Восьмое место занимает победитель стрейф-раунда. Да. Тоже без среза, а ты говорил, что за 25 все срезу нашли. Ну, я, к примеру, уже говорил. И тут у тебя недочёт, Вуди. Ой, всё. У тебя вообще везде недочёт, так что. Нет, давай ты мне будешь переводить. Стрелки-то не переводи, давай мне сначала про тебя говорят. Все мы едим не без греха, все. Да, у тебя их больше всех. 24,9 занимает... Какое место? Седьмое место. Эванжер. Ты хейтер мой будешь? Слушай, в чём сразу хейтер? Может, наоборот. Между прочим, критика, она способствует развитию. Я не спорю. Ну, ты всё и не спорь. Я тебя критикую, развивайся. Спан. Тоже без гранаты проходил роли. Хорошо, поймал. Но всё-таки надо было. А! Что там? Пекин? Такие что-то это. Не знаю. Пароль какой-то. Может быть. Может, это заклинание такое. Ага. Там, макет медленнее летит или больше взрывается. Короче, не важно. 24,6 занимает шестое место эффект. Убираемся уже. К такому жесткому. Ну, никнейм тоже интересный. Да. 200 очков на барабане. Буква Е. Е. Откройте нам букву Е. Ну, хорошая концовка, что могу сказать. Блин, если бы не зацепился, это была бы моя любимая концовка просто. Да. Побежал за хулигана в конце. Ну да. Догонять. 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 Это прям на комментарии двух дебилов просим не обращать должного внимания. Да. Помните, мы это любя. Искать по IP нас не надо. Ну, пожалуйста. Я что-то не увидел здесь недочета, но да ладно. Ну так, обычный роут, так скажем. Просто быстро. Еще на сотку с небольшим быстрее его не Була. И это четвертое место. У него пал чуть-чуть в призы. Запускаем, смотрим. Что-то как вот. Ну, вообще, не Була молодец. Он может найти роут куда захочет. Может, времени просто не было. Да. Не Була всегда, в принципе. Но он... Да, срезу он не нашел. Но он тащил, тащил, тащил он всегда карты. Срезу он не нашел. Но он без среза очень хороший тайм поставил. То есть... Все-таки времени-то он уделил. Только на задрочку, а не на поиск роута. Ну что ж. И теперь топ-3 у нас таймы за 23. 23.9 занимает у нас удивительно ауру. Ну да. То есть он так. Таймс Хеннери падает. Читает. Ну ладно, ладно, не читер. Просто красавчик. Не зацепляет. Молодец. И без срезы. Сами 23.9 без срезы. Да. Это как вообще? Это такое начало у него? Концовка, в смысле, хорошая? Да, концовку хорошо поймал. И вылетел красиво. Молодец. Ой, вслед за эффектом. Все-все в одно место летят, короче. Паровозиком. Да. ПП Совчаркин на 500 обогоняет. Занимает второе место 23.4. Крутите барабан. 500 очков, нужно пожигать. Какая буква. Откройте там буквы. Что за моду никнейм одну букву обозначать? Я чуть не пойму. А-ля Весп. А-а-а. Наверно. Вот разогнался так, что аж не запустил ракету. Да, хорошо, прошел. Концовка быстрая, кстати. Ну, в общем, мы опять, ну, бас, давайте, ладно, не будем его смотреть, что там, что там. Да, давай. Че там. Ладно, хорошо. Ну, ах, он так мил с той стороны. И чего тут? Это разное первое место тянет. Дешевая среза какая-то. Куда-то улетел. Надо было улетать так, чтобы гранату хватать было быстрее. Что это такое? Что ты хочешь сказать в свое оправдание? Ну, ладно, про плазмах в конце нормальное. Это единственное, что нормальное в демке. Середина? Говно. Хрень с ракетом не нашел. Что еще могу сказать? Гранату поздно. Бустов нету. Кто играл вместо тебя? Да, я просто об отъезде был и тебе, некогда было, я тебе же дал и поручил. Да, конечно. Итак, на экране у вас финальная таблица пятой карты. Вот. Тут же у нас все таймы, когда проходила. Кубки. Красивенькие такие. Кубки. Да. Можно здесь скачать все демки по отдельности, можно сиппаком. И теперь переходим к самому интересному. Новость про все результаты. Так. Ну, в общем, ладно. Перейдем, наверное, к ВК-3. Первым делом. Вот ВК-3. 20 место. Участвовал только на последней карте. Занимает у нас зверушка 158 очков. Ты открыл себе эту? Да, да. Стой, миссия, там все нормально было. Я выключил микрофон. Ладно, продолжаем. Надо будет это вырезать, слышишь? Нет. Да. Давай дальше. 12 место. Ю Дмитрий. Участвовал тоже только на пятой карте. 290 очков. Не могу разговаривать. Давай по одному месту говорим. 18 место. ФПС Овчаркин. ВК-3 участвовал только на первой карте. ВК-3, да. Да. ВК-3. 17 место. Корж. Участвовал только на третьей карте. Это был стрейф, по-моему. Причем занял, смотри, он 4 место занял. На этой карте. Да, да, да. Опа. Видал как? Чудеса. Да. Его же обгоняет Хас. 16 место. Играл на двух картах. Занял, я не знаю, какие места, конечно. Это, наверное, где-то где-то в топ-10 ближе, там, к этому. Вероятно, да. Вероятнее всего. Занял 400, набрал 418 очков. Участвовал всего на двух картах. Увы. 15 место. Док-3. Играл на второй, третий, пятой картах. И суммарно 587 очков. Лид. Участвовал только на первой карте. Господи, это жесть. Он, он. Какое место, получается, второе место, да, занял? И. Да. Поиграв на одной карте в ВК-3, он занял второе место. И, грубо говоря, обошел вот всех вот этих вот ребят. Которые ниже. Куда-то круто, что я могу сказать. Нюк, удививший нас на пятом раунде. Хорош. Еще раз тебе отдельное. Спасибо за удивляшку. В сумме 718 очков. Следующий у нас занимает Стрэнджеланд. Тоже участвовал на единственной первой карте. Занимает там первое место. 800 очков набрал. По общему счету 12 место. Охренеть могу. Да. Кисель на 11 месте. Играл ты на третьей и на пятой карте. И тоже вот почти топ-10 играл на двух картах. Хорош. 1075 очков. Заслуженное. Десятое место. Просто молодец. Участвовал на всех картах. Не занял там рандомно где-то первое место. Нет. Он старался на каждой карте. И занял почетное десятое место. Красавчик. Да. Кас. Прям. Летс. По груди ты надеюсь постачал. Да нет. По руке. По ладошке. Да. Что-то я думал. Звук будет позвончик. Но не суть. Девятое место. Дельгадо. Тоже заслуженно. Тоже играл на всех картах. Старался. Возможно не на всех старался. Но играл точно на всех. Играл точно на всех. Ну не на всех постарался. Это мы видели. Это мы отмечали. Тысяча двести семьдесят очков. Хорош. Майкл. РД. Неплохое место занял на второй карте. И на первой и на последней. Пропустил каким-то образом четвертую карту. Занимает восьмое место. Тысяча триста двадцать очков. Седьмое место. Феос. Опять же. Участвовал на всех картах. И очень интересное количество очков. Я прошу заметить. Прям почти. 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 Неплохо. Может быть это его была изначальная цель вообще. Занять такое количество. А вдруг. Шестое место занимает у нас Куджимоши. Набрав тысяча пятьсот шестнадцать очков. В принципе хорошенько попотев на трех картах. Там достойные таймы были. Мы помним это. Да. В принципе неплохо. Молодец. Пятое место. Декс. Халявщик. Халявщик, да. Сыграл на двух картах. И, ну, занял два первых места. В итоге пятое место. В общем. В зачете. Ну, да, хорош, чё сказать. Следующее четвертое место. Не вошел. Вот чуть-чуть не зашел. В топ-3. Да. Набирает. Димонор у нас тысяча восемьсот шесть очков. И сыграл на всех картах, что стоит отметить. И на всех, конечно, постарался он. Явно не на всех. Старался он, наверное, только на четвертый и пятый. Да, ну, мы видели, в принципе, как он там проходил. Топ-3 открывает Undead Winter. Поздравляю твоего соклановца. Да. Больше. В занятии. Да, да. Undead молодцы. Undead живы. На второй карте занял первое место. Из-за чего, скорее всего, и вошел в топ-3. Ну, хорош. Видимо, на четвертой и пятой карте не было времени совсем. Да. Всё-таки Новый год, там люди семейные. Это да, да, да. Не стоит об этом забывать. Второе место. Эффект молодец. Чуть-чуть не довёз до топ-1. Старался, видно, на всех картах. Занимал не ниже четвёртого места. На двух картах четвёртое место. На двух картах третье место. На одной карте второе место. Молодец. Занимает второе место. Набирает 2350 очков. Чуть-чуть совсем проигрывает первое место. Да, и первое место Кет в Венгрии. Кстати, интересно, потому что Кет стрейфер и занял первое место. Хотя карты в основном в Виапонка. Ну, комбо по большей части. Ну, хорош. Ну, на стрейфе занял первое место и... Собственно, вырулил. 2500405. Ой, 2545. Да. А если бы Декс, конечно, участвовал бы на других картах, я думаю, мы бы увидели более ожесточённую борьбу. А ему можно было бы буквально на второй, допустим, как-нибудь так, чуть-чуть поиграть и третью занять какую-то... Ну, в общем-то, одну карту ещё топ-1 и он, в общем, в зачёте топ-1 выбыл. Может быть. Ну что ж, переходим к ЦПМ-у. Ой, давай так не будем по одному, по-быстрому пробежимся, потому что здесь ещё до хрена народу. Ну, 45 человек участвовало. Ну, очки там видят у тебя, наверное, давай просто пройдёмся так вот цифрами. 45-е место занимает у нас Горольди. 44-е Белзер. 43-е Хантер. 42-е Зоркий Фокей. 41-е Зу. 40-е Зел Си. 39-е. Эээ, господи. Чанг Лон. Любитель колеса. 38-е место Димон. 37-е Водичка. 36-е Леферк. 35-е занимает Хас. 34-е Литиум. 33-е Хулиган. Респектуха. Респектуха, да. На всех кар... А, нет, на первом не участвовал. Ну, ладно. 32-е Фолла. 31-е Гоганав. Понимаешь, почему Хулиган не участвовал на сейчас в суплении? Просто цари всегда опаздывают. Да, да. Нет, это цари не опаздывают, цари задерживаются. Вот, да. Они всегда задерживаются. Они приходят... Это вы начали раньше, я просто пришёл вовремя. Да, да. Так, 31-е Гоганав. Участвовал, между прочим, первый человек, который участвовал на всех картах. На всех. До этого все как-то что-то там ссыковали где-то. Как родной даже уже стал. И вот, как-то не знаю. Ну, я стал тепло к нему относиться реально, потому что человек реально старался. Угу. Так, 30-е место. Enterworld Wind. С английским у тебя по изношениям, конечно, клёво. Да. Мне даже с французским лупил. 29-е Рико Шея. Тоже участвовал на всех картах. Красавчик. 28-е Невил. 27-е ВМО. 26-е Делегадо. 25-е Эфиоп. Вот это вот 5 человек, которые Эфиоп, Делегадо, ВМО и Невил. 5, да. Отлично, я считаю. 4. Вот эти 4 человека, они, в принципе, одинаково. Вот они вот реально соревновались между собой. Это себе. Да, да. То есть, у них был тут заруба. Мясо просто. Ну, Рико Шея даже туда можно ещё добавить. По идее. Ну, по очкам, если смотреть. Не, ну, по... Нет, ну, может быть, да. Но всё-таки тут такой замес. Ребята, молодцы, участвовали на всех картах. Да, по ходу чемпионата неплохо выросли. В чём отдельный респект. Молодцы. Так, то... Up next, 24-я. Так, да, 24-я у Пса. Участвовал не на всех картах. Жалко. 23-я пипец. Все карты. 23-я Аншевин. Мог бы, кстати, заслужить приз у DVI Экстена. Но что-то вот пропустил он последние две карты. Любитель пофейлит Димонор. ЦПМ. 21-е. 21-е. 20-е место, Ю, Дмитрий. Пропустил одну карту. Ай-яй-яй. А, он писал там, что завтыкал с этим. Не отправил демку. А играл на всех. Ну, бывает с кем, не бывает. 19-е место, Исту. Ну, 530 очков уже за 500 мы ушли. Да. 18-е. Ньюби. 17-е. Истеза тоже, видимо, это с хулиганом где-то там тусили. На серверах такие. О, пацаны, там МЖК пойдет. Да, да. 16-е. 5-е. 5-е. Как? Нет. 5-е. 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 Человек за 600 очков. Единственный, кстати. Да. Слушай, а неплохо, кстати. Он, посмотри, он поднялся, так как он на третьей карте хорошо довольно сыграл. А на четвертой тоже по очкам. Да, ну, это уже за сотку три карты. Ну, это неплохо. Угу. 15-е место занимает у нас Коша. Не отправил демку на одну карту всего лишь. Топ 14 FPS Энди. Хорош. Играл на всех картах. Постарался на каждой. Постарался. Ух, молодец. 13-е место Куджимоши занимает. Почтик до косаря. Чуть-чуть дотягивает. Ну, чуть-чуть. Вот он нафейлил на стрейфе. Да-да-да. И в стрейф ему подтянуть и реально косариваю. 12-е место Эффект. И все? Все, что ты хотел сказать? Ну, молодец. Я ничего не скажу. Беку-3 молодец. Веку-3 он затощил топ 2. Ну, такие, знаешь, про всех. Здесь молодец. Тут что-то там эффект. 12-е место. И молчит. Минута молчания. Минута молчания. 12-е место Эффекта. Ладно. Босс 11-е место занимает. Он же Монтор. Стрейф не сыграл. Последнюю карту не сыграл. Видимо, отмечал уже к этому времени. Репетировал. Репетировал, да. Топ-10 открывает МТ Джудас. Удивил. Не единственный, конечно, но все равно удивил на пятой карте. Молодец. Ну, в принципе, да. Ну, он первый, по-моему, кто так сделал. Ну, из демок. Девятое место занимает Ауру. Хорошо поднял себе поинтов на пятой карте. Залажал на четвертой карте. Ну, и первое, третье прошел средненько. Восьмое место Торнер. Торнер можешь лучше, я тебе так скажу. Да, заметься он. А я скажу то, что он вообще-то красавчик и таких непростых ребят лупит. Ну, да, но он может лучше. Я его видел, я его знаю, так более-менее. С ним не общался лично, конечно. Я тоже увидел нормальное видео, там, где он без майки. Я лайк поставил. Я тоже. Ну, можешь лучше, в общем, старайся. Седьмое место занимает ЕС Роди. Хорошо поиграл на третьей карте с трейфом. По четвертой карте просел по поинтам. Он на пятой карте, в принципе, достойную демку отправил. Занимает седьмое место с 1384 очков. Нормально, нормально. Не было шестое место и полторы тысячи очков. Неплохо. В принципе, тоже, возможно, по времени у него как-то не хватало на карту. Возможно, какие-то другие были. Ну, все равно видно, что мы все знаем, что он может. Но вот что-то не пошло в этот раз. Шторм занимает у нас пятое место. Что могу сказать? Вырулил. Очень много поднял поинтов на третьей карте. Очень много нафейлил на второй карте. В принципе, на пятой тоже как-то не нашел дорожки. Это из того, что я помню по очкам. Почти две тысячи очков. Но чуть-чуть не хватило. Знаем, что, может, лучше. Может, даже. Да, да. Я тоже так думаю. Лена, онлайн что? Что он играет? Рокет-то до стрейф. Там комбо особо не поиграть. Но он даже Рокет-то, по-моему, редко. И сейчас в последнее время стрейф. Ну, все равно молодец. Он все равно участвовал на всех картах. Поддержал ребят. Тоже молодец. Четвертое место. Нуб Зорн. Почти уже очень-очень близко к двум тысячам очкам. Молодец. Что сказать? Человек, у которого новогоднее настроение было даже в дефраге набирать 2017 очков в 2017 году. Ладно, там был тогда еще 16-й. Но обзор в 2017-м. Очков в 2017. А, он как бы он знал. Молодец. Занимает два. Выруливает он на двух картах, где занимает вторые места. Это первая и четвертая карты. На третьей карте и пятой карте немножко он подспустил очков. В принципе, как бы на второй. Но... Занимает призовое место. Молодец. Молодец. Серебро уносит с собой фпс Овчаркин. Вырулив также... Вырулив также на второй и пятой. Занял вторые места. Ну и первую, третью тоже. Ну, в общем-то, держался он в топе в основном. Молодец. Было бы смешно, если бы получилось так, что ты сам бы про себя пришлось тебе рассказывать по очереди. Да, было бы. Ну и первое место. Незаслуженное. Да, да. Все почему? Потому что на третьей карте не первое место, значит не топ-1. Вот знаешь, все решалось там, где кто занимает на третьей карте первое место, тот и топ-1. Ну, Шторм. Понимаешь? Да. Да. Шторм, поздравляю. Ты выбрал МЖК. Так. Ну ладно, в принципе, 3800 почти 4К. Наверное, разрешение на мониторе у кого-то больше, чем у тебя очков. Лов. Код 4К разрешения. Не заслуженное. Ну что ж, могу сказать. Подводим результаты. Топ-3 у нас в ЦПМе два из них занимают ФПСы, которые мы ведь недавно сделали. Третье место занимает Дэд. Молодец. Вот. В АКУ-3 у нас занимает топ-3 Кет, Эффект и Винтер. Винтер красава. Винтер хорош. Да. Ну и в целом, что хочется сказать. Всем спасибо, что участвовали. Всем спасибо, что посылали хотя бы на одну карту, там на две. Тоже все равно хороший вклад в общее дело. Спасибо мапперам, что сделали карты специально для этого действия. Да. Большое спасибо. Конкретно спасибо тем людям, которые это все организовывали. Это был ВВ, Жан и Аякс. Да. То есть от ВВ и Жан это была идея, от Аякс это была реализация. От мапперов, Айдем, большое спасибо Айдему, Эксларву, Нику, ВВ и он же Ник, Шеше и Жану. За то, что сделали хорошие карты, на которых было интересно играть, привлекли очень много народу. Что могу сказать. Игрокам от меня тоже большое спасибо, что участвовали. Было интересно наблюдать за вашими демками. За дубасами типа Вуди и за профессионалами типа Горальдине. Вот. Все такие шутки. Ну что ж, большое всем спасибо за участие. Всем спасибо за то, что вы есть. И пока. Играйте, играйте, простите. Увидимся на серверах. Покедова. Ага, удачи. Продолжение следует.